В литературном музее Дом Языковых в витрине стоят две неразлучные подруги – чернильница и песочница. Если чернильница – это сосуд, в который наливали чернила и использовали затем при письме, то песочница – это небольшой сосуд, который похож на современную перечницу или солонку на обеденном столе. В песочнице содержалась растертая смесь песка и глины. Как только рукопись заканчивали, ее тотчас же посыпали этой смесью. Чернила сохли очень долго, а смесь позволяла им высыхать быстрее. После того, как рукопись высыхала, остатки песка нужно было с нее стряхнуть. Но не каждый удосуживался это сделать. Некоторые тотчас заворачивали письмо и отправляли его по почте. Но платили за письмо по весу, поэтому один Дэнди другому вполне мог сказать – заплатил больше за песок в письме, нежели за написанное в нем. А дамы разворачивали подобные письма на вытянутых руках, чтобы песок из письма случайно не испачкал их платье. Позже вместо песочницы стали использовать промокашки, впитывающие бумаги, которые вкладывали в тетрадь. Рядом с песочницей и чернильницей лежат щипчики для очинки перьев. Как правило, гусиные перья каждый очинял себе сам, чтобы это перо подходило под руку. Вообще у гусиных перьев были особенности. Если человек был правша, то он выбирал перо из левого крыла. Если левша, то из правого крыла. Кроме того, были специальные ножички для очинки перьев. За ножами потом закрепилось название – перочинные.